У нас было предвозительное голосование. В ТИК на предвозительное голосование загнали, можно так сказать, что туда пригнали людей, 343 человек, которые подвозили, ввели за руку всю территорию избирательную комиссию. То есть это фактическое нарушение, это, если я не ошибаюсь, договорная статья о принуждении голосования жителей, которая, это прониковано на работах, то есть издали людей, которые живут на данном округе, и туда созвали территорию избирательную комиссию. Они, естественно, как жители, приезжали уже согласно, что они избирательные жители Донбург, в Донбург-Самане. В течение дополнительных выборов, которые проходили в пятницу, в субботу, получается, два дня были на две избирательные комиссии, коллегнали, тоже можно так сказать, 129 человек, где под заявлением писали даже бабушку, премьер, бабушка стоит, и ей член территорию избирательной комиссии, у них говорит, ну что, пишу, что вы на дачу едете, да, пишите. То есть это фактически, опять же, загон был, куда избиратели. Выявились в день голосования, в воскресенье выявились случаи, когда с выездными урнами люди приходили, и наблюдатели от других кандидатов, которые с кричательными голосами, также были свидетелями, что им избиратель говорит, нас заставляя старше по домам голосовать за определенного кандидата. Вы понимаете, какого кандидата. Также у нас кандидат, да, Василенко, которого вы сейчас признаете депутатом, ходил по избирательному округу, и всем рассказывал, что ямочный ремонт, это его... Есть вопрос, у вас вопрос, или нет? Вопрос по ямочному относительному ремонту. Я два месяца назад подал заявку в своем избирательном округе, сделал съемочный ремонт на мастерее, до сих пор никто не предоставил ответ от организации, что там посчитали, какие объемы вычитали. А здесь кандидат от «Единой России» ходит и всем рассказывает, что ямочный ремонт – это его заслуга. То есть здесь напрямую административный ресурс заставили делать, напрямую являясь опытом избирателей, что кандидат будет рассказывать, что это его заслуга. А СМЛ, как вы... Денис, вам еще раз хочу сказать, что это вопрос, или комментарий... По поводу ямочного ремонта, на каком основании вообще администрация давала решение ему провести ямочный ремонт, и он ходил и говорил, что это его заслуга. Если даже мне на округе два месяца назад подал заявку на ямочный ремонт, я до сих пор ответа не дали. А ему предоставили вообще там, загнали технику, и он начал якобы делать ямочный ремонт. То есть прямой функции избирайся. Я не стараюсь, я не решила. Вопрос, чтобы вы впадали, куда-то там заявили, где-то не было. Так, я не знаю, ввести. Если по поводу газору выгодзовать. В личном случае, соответственно, здесь, в Генерал-жаком, в Генерал-жаком, в Саратовской области, предусмотренного права каждого гражданина используют свои возможности газору через 7-6-7 вентиляторных вопросов, чтобы он смог появиться в день голосования и играть в учатке. Но поскольку это распрощение, и выгодные милы, где они могут выгодзать, то все-таки вы использовали такой жалок. Избирательная месса, комиссия обязана предоставить им это право. И в связи с тем, что ни одной, в течение всего периода, то есть на 10 дней началось запрещено голосовать, ни одной жалобы от избирательных, что их принудили голосовать, ни одной наблюдательной, поделись в постоянной территориальной комиссии, не поступило. То есть жалобы, вот в период избирательной кампании по дополнительным выгодам, не было исключения этого жалобы, так вот и так вот к этому событию нет. Что касается самой процедуры голосования и сейчас подведения итогов, мне кажется, надо другой человек, который обладает мужеством, должен, мне кажется, принимать достоинство поражения. К сожалению, у вас такого нет. Что касается позиции вашей партии, я вас слышал, я вас не перебиваю. Что касается вашей партии, мне кажется, что Игорь Иванович, вот фишка ваша, много и бурно говорить уже постфактно, не доводя дело до конца. Вот я сейчас тоже хочу к Сергею Васильевну обратиться. Сергей, я так знаю, понимаю, вы там общались с кандидатом от КПРМ, сколько встреч он сказал? На 2 встречи. Насколько вы провели встречу? 3-6. Вот понимаете, в чем разница? Есть домыслы, а есть факты. То есть факты не... Факты не... Подождите, ну вот зачем вы говорите постфактно? У вас была возможность вывести наблюдателя на досрочное голосование? Они у вас были? Не было. Почему их нет? Вопрос. Мне кажется, вы были люди, у нас были наблюдатели. Нет, от вашей партии. Вы были наблюдатели на досрочное голосование. Видите, вам кажется. А я обладаю фактами, понимаете, каким? Это 70 голосов, которые вы... Комиссию и список. 70 голосов, которые пришли поддержать вашу партию и в 12 раз больше поддержали вы сидят. Есть 2 встречи, которые... Я вы не знаете, что я не знаю, что вы с шумом начали рассказывать. Как это на предварительное... Две встречи ваш кандидат провел. Вы 6 встреч провел. А 2 встречи? Понимаете, что вы знаете про 2 встречи? Это вашим кандидатом. Уважаемые коллеги. Вы же, подсыпайте туда свою молодую кладу, чтобы вы вакансии с вами. Денис Иванович, члены вашей молодой компании, которые... Я вам писал, что ваше обращение. Избирательные комиссии жалобы были. Почему вы не писали жалобы? Я сам жалобы. Почему от вашей партии не было жалобы? Я сам лично жалобы. Да, все. Денис Иванович, право, Сергей Денис, все, присядьте. Итак, избирательная комиссия. Решение принято. Решение вам пристало. Спорить, мне кажется, на сегодняшний день, это бесполезно. Мы можем сейчас пропуститься в комментариях, в какие-то там публикации и так далее.